МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередь за свежим молоком дома у Александра Латышева выстраивается каждый день. 100 литров свежего молока, который дают три коровы в сутки, раскупаются мгновенно. Цена по сельским меркам совсем не кусачая – 60 рублей за литр. Небывалый ажиотаж в жизни Александра появился, когда он решился на собственное дело. Начинающий фермер уже имел корову и бычка. На средства окружного гранта в 500 тысяч рублей купил трех дойных коров и построил хозяйственные помещения. Выполняя социальную функцию – обеспечение населения свежим молоком, фермер получает субсидии в целях частичного возмещения затрат. За каждый литр молока, реализованный недороже 60 рублей, фермер получает 100 рублей. При дальнейшей поддержке со стороны округа планирует расширять хозяйство. Коров мы привезли с Вельска. С Вельска мы везли до Мизеней на машине. С Мизеней мы на водном транспорте. Одна корова у меня телилась в начале октября. Ждем приплата еще от других. У меня еще, кроме закупочных наград, есть еще одна корова и один бык. К сельскому фермеру теперь ходят как в музей. Александр принимает всех, рассказывает, делится опытом. Побывала у него и делегация Заполярного района. Это представители совета и администрации района. Поэтому такой очень интересный опыт. Есть, я знаю, что и желающие в том же Аннике было озвучено, главой в свое время. Планирует кто-то завести корову, может быть, две. Поэтому будем ждать. Не так много на сегодня у нас там какого-то активности, такой большой именно в частном предпринимательстве. А наша задача поддерживать этих начинателей, да, оказывать им всяческую помощь, которая в наших силах. Группа из 11 человек побывала в НИСИ в рамках ежегодной отчетной поездки по окружным селам. В этом году она уже девятая по счету. Делегация проделала путь от Наринмара до Шойны и посетила 14 населенных пунктов. В каждом из них прошла встреча с местными жителями, в ходе которой глава района рассказал о работе совета и администрации в 2015 году. Жители, в свою очередь, делились проблемами. Например, мужчины деревни Волонга говорили о том, что сегодня нельзя просто так ловить и продавать рыбу. Необходимо оформить ИП, получить разрешение и лицензию. По мнению Алексея Михеева, все эти сложности могут оправдаться спросом на рыбу. Сегодня в каждом крупном населенном пункте есть школа, детский сад и интернат, которые необходимо снабжать продуктами. Надо как раз и поставить задачу обеспечить их. Картошка, молоко, рыба, та же куропатка. В некоторых муниципалитетах есть, опять же, со слов глав, те, кто оформился уже частным предпринимателем, знают, что в Индиге такой есть человек. Его задача дальше развить свое производство. В первую очередь, это, конечно, рыбодобыча. Второй этап – все-таки попытаться хотя бы минимальную переработку какую-то организовывать. Интересовали людей и вопросы духовные. На них отвечал отец Антоний. Из 14 населенных пунктов храмы есть только в Ниси, Нижней Пёше и Индиге. В остальных деревнях стоят часовни, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Работают они только по воскресеньям и без священника. Священника нет тяжелого. В ситуации кадровой, нехватки кадров на Ренмарской епархии, к сожалению, так получается, что далеко не везде есть священник. Но я призывал людей молиться лично, чтобы были личные усилия, чтобы эту духовную жизнь поддерживаться хотя бы собственной мотивацией. После делового общения жителей сел поздравляли с юбилеем. Концертную программу к десятилетию Заполярного района подготовили самодеятельные артисты. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе актуализирован перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах по принципу одного окна. Изменения в существующий перечень утверждены на заседании администрации региона. Принцип одного окна предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. В настоящее время в МФЦ региона таким образом оказывается более сотни услуг. В их числе такие, как запись в детский сад, предоставление информации по итогам ЕГЭ, прием заявлений на временное трудоустройство несовершеннолетних и другие. Наибольшая доля услуг, порядка 70, приходится на сферу здравоохранения и социальной защиты населения. Согласно новому перечню через МФЦ, граждане теперь смогут оформлять подписку на газеты «Выбор.Нао» и «Нарьяна Виндер», компенсировать стоимость проезда для участия в спортивных и интеллектуально-творческих мероприятиях, проводимых на территории России, получить проездной для общественного транспорта. Новой услугой, оказываемой в МФЦ по принципу одного окна, станет также выдача разрешений на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Более 110 услуг по принципу одного окна в марте этого года была оказана жителям телевизорчного муниципалитета. МФЦ в селе была открыта в 2014 году и стала одним из самых посещаемых мест. Несмотря на то, что село расположено недалеко от Нарьинмары, сельчанам порой сложно добраться до города. Теперь, чтобы сдать документы на паспорт, получить окружные социальные выплаты, оформить земельный участок, зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство, оформить индивидуальное предпринимательство или просто проконсультироваться по вопросам предоставления услуг, совсем не обязательно совершать путешествие в окружную столицу. Достаточно обратиться к представителю МФЦ непосредственно в селе. Хоть и город близко, но теперь очень удобно. Людям не надо ходить в город. Мы можем заказывать здесь справочки на получение услуг. Очень удобно. А какие самые востребованные услуги? Самые востребованные по соцзащите. Это значит получение детских пособий. Потом, значит, субсидия населения. Это очень каждый месяц практически. Также регистрация по месту жительства, в месту прописки. Сейчас было изменение адреса регистрации по Телевске, по Макарова. Это практически все село надо было, и Телевске, и Макарова провести перерегистрацию. В месяц это выходило 60 услуг. Услугами МФЦ пользуются еще в 17 населенных пунктах – Амдарме, Виске, Красном, Нельмином Носе, Оксино, Оми, Хару, Тенниси и других муниципальных образованиях. С сегодняшнего дня беспилотные воздушные суда максимальной взлетной массой 250 грамм и менее необходимо регистрировать. Причем речь и о летающих игрушечных самолетах и о вертолетах, которые продаются в детских магазинах и о квадрокоптерах, которые россияне покупают для проведения фотосъемок. Это говорит о том, что беспилотники приравняли к обычным самолетам. По мнению экспертов, закон в первую очередь повышает контроль в сфере малой авиации и использования беспилотных летательных аппаратов. Помимо учета количества беспилотников, введение обязательной регистрации, по сути, позволит привлекать к ответственности собственника летательного аппарата в случае нарушения закона с использованием беспилотника. По словам авиаторов Нининского округа, вступление в силу данного закона крайне актуально, так как на сегодняшний момент существует проблема между беспилотниками и гражданской авиацией. Процесс у нас с каждым годом, так скажем, ухудшается в смысле увеличения беспилотника и влияние их на безопасность полетов судов в целом. То есть, чтобы это представить, любой летательный аппарат, который, так скажем, тяжелее наполненного стакана воды, должен быть зарегистрирован. Вот. Ну, для примера могу сказать, например, чайка, которая влетает в самолет или вертолет, она делает довольно-таки существенные разрушения в конструкции, которые могут привести вплоть до отказа двигателя и, соответственно, потери управляемости в полете со всеми вытекающими негативными последствиями. Вот. Летательный аппарат, который килограмм и выше, надо понимать, что это уже летающий кирпич, который принесет гораздо больше разрушения, чем, например, птица. В связи с тем, что там предусмотрены металлические части, но самое главное, что этот беспилотник нанесет на себе определенное количество топлива. Либо это аккумулятор, то есть тоже тяжелый. Российские новеллы вполне совпадают с общими мировыми тенденциями, но пока остается открытым вопрос, как будет проходить регистрация. В большинстве стран она проходит в онлайн-режиме. Как это будет реализовано в России, до конца пока непонятно. Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды.